Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Сейчас, дорогие мои, моя семья и моя интернет-семья, я, знаете, о чём решила поговорить? Я решила поговорить о том, о чём должны и обязаны говорить во всех школах, о чём должны говорить, ну, везде, просто постоянно, о мерах безопасности. И мы со своими детками тоже должны на эту тему беседовать. Я сейчас буду говорить как бы своей семье, потому что, собственно говоря, я этот канал создавала вначале как архив, а потом как то, что я могу оставить после себя, полезные советы, чтобы не забыть, потому что что-то я веду книги, я записываю всё, чтобы у них это было, у моих деток, у моих внуков и вообще. А что-то я могу забыть, а это очень важно, например, все эти приправки, вот как можно быстро за 5 минут сотворить шедевр и питаться правильно, как категорически нельзя набирать лишний вес и так далее, всё. Кроме этого, духовность, чтобы мои родные и близкие не забывали за духовность. И, конечно же, есть вещи, которые понимаешь вот то ли на чужих ошибках, то ли на огромнейших страшных потрясениях и трагедиях. И вот, например, трагедия, которая случилась в Кемерово недавно и соболезнования, которые я выражала в двух передачах, и сейчас, и неустанно говорю, что это жутко терять детей. Я считаю, что нужно знать следующую информацию. Информацию, как нужно действовать при пожаре. Инструкция для детей и для взрослых. Такие несколько правил, но они просто необходимы, как дыхание. Здесь есть такие свои своеобразные секреты, которые могут спасти жизнь и могли бы спасти жизнь. Какие действия нужно предпринимать, чтобы не задохнуться в дыму, не быть затоптанным толпой. И вот эти действия. Первое – это, конечно же, правило выхода из горящего или задымленного помещения. Потому что это правда. Воду с собой мы носим нечасто. Но старайтесь. Вообще вода – это полезно. Воду нужно пить чем чаще, тем лучше. Старайтесь всегда ребенку своему, себе. Потому что школа, работа – это может случиться с каждым. Это может случиться в любой ситуации. В любом случае всегда с собой бутылочку водички нужно носить. Где бы вы ни были. Просто необходимо. Вот как кошелек вы всегда с собой носите. Телефон же вы всегда. Положите туда 0,5 бутылочку водички. Всегда. Раз – глоток ребенок сделает. Раз – и вам нужно. Воду нужно носить все время. Первое – в сумочке всегда вода. Погибает именно от дыма. Понимаете? Потому берем любую одежду. Например, шарф, футболку, рубашку. Смотрите, погибают не от огня. Прежде всего от дыма. Блузку, подол юбки. В общем, все, что угодно. Если нет воды, вот хотите смейтесь, хотите нет, нужно написать на это. Вот хотите, я знаю, что сейчас будут смеяться. Именно писем. И дышим через вот описанную ткань. Ткань должна быть мокрая. Понимаете? Вот я понимаю, что сейчас будут смеяться, писать всякие гадости. Но не всегда есть вода. И вот в этот момент, я уверена, там сидели, задыхались и даже не подумали об этом. А ведь моча, она гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Там есть соли, которые задерживают. Дети, я знаю, что вообще сейчас смеются, хохочут. Но все согласятся, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. И вообще, что смешного, если это спасет жизнь? Приучайте вот детей к первому этому правилу. Или водичка, или вот так. Выхода нет рукой. Следующее. Я считаю, что во всех школах, везде, на предприятиях, нужно приучать к такому моменту. Особенно деток. Например, игра. Найди выход. Найди выход. Проводить ее хотя бы раза два в месяц. Найди выход. Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. Даже если есть где-то схема и карта в случае пожара, что делать. Мы не приучены, мы не смотрим на эту схему. А это можно быстро и весело сделать. Сделать привычкой. Посмотреть. Где бы вы ни были, в какой-то большой центр идете, посмотрите карту. Приучая ребенка, вы сами станете обращать на это внимание. Потому в течение двух-трех недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. И можно уточнить у сотрудников. Это номер два. Ищем игра, ищем выход. Или найди выход. Следующее очень важное правило, это выход из паникующей толпы. Здесь есть три правила. Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу. Объясните это детям. Идем по направлению толпы, не останавливаясь. Не бежать, не искать мам, пап. Идем на выход. Все. Второе. Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идем, скрестив руки на груди, вот так вот, выставив локти немного вперед. И держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать спокойно. Запомните это правило и покажите детям. Если упали, никаких сгруппироваться, никаких. У вас есть ровно три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто. И как обезьяна взбираемся по человеку. Помним, что человек, дерево, конечно же, не будет нам рад. И даже, может, стукнет по голове. Но вы успеете встать, потренируйтесь дома. И думаю, что вам эта информация, дай Бог, чтобы никогда не пригодилась. Дай Бог. Но ее нужно распространять. И чем внимательнее мы будем, тем и мудрее со своими близкими, родными, тем меньше будет вот таких вот страшных историй, которые недавно имели место быть. Следующее, что я хотела сказать. Это правила именно на то, как вот из опасной ситуации, там, где толпа, там, где пожар. Или еще самые такие простейшие правила. Я думаю, что они, может быть, даже кому-то бы спасли жизнь. Если бы наши учителя и в школах, и везде, и сотрудники на работе об этом говорили. Об этом говорить нужно каждую неделю, чтобы у людей это уже отложилось, чтобы они это на автомате знали. Ведь посмотрите, когда едем за границу, насколько люди, они как-то вот научены в чрезвычайных ситуациях не паниковать, вести себя достойно. И они знают, что делать. Первое, второе, третье. Вы знаете, безопасность за рубежом, можете писать гадость, и все, все равно они ко мне не придут. Потому что слово «зарубеж», слово «Европа», слово «Соединенные Штаты Америки», слово «Великобритания», да любое слово, связанное с заграницей, вызывает у бывшего Советского Союза тряску. Но нужно открыть глаза и реально посмотреть. Давайте будем называть слово, ну пусть будет «Норвегия». «Норвегия», там, я не знаю, «Швеция», «Швейцария». Вот там все четко отработано до… там все люди знают четко, куда идти, по какому направлению, везде стрелки, как себя вести. И этому учат в школе. С самого детства, с самого садика там уже все это знают. И им повторяют, 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 неустанно, постоянно твердят об этом. И проводятся постоянно мероприятия на эту тему. И игры в том числе. Это я знаю не понаслышке. Ну а теперь самое главное. Самое главное то, что когда вы выходите из дома, благословите своих детей. Самое главное то, чтобы в этот день попросить Бога о том, чтобы Он ввел вашего ребенка и вывел. И это нужно делать с начала дня. Никогда уже с вами что-то произошло и с кем-то. И тогда вы вспоминаете, а вот есть Бог, а вот сейчас, Господи, соверши чудо, когда там уже все горит. Я вспомнилась, ведь есть Ты. И вы, ребята, помните о том, что есть мощнейшая духовная сила, духовное оружие, которое с вами будет всегда, если вы это оружие примете. Если вы примете Отца своего Небесного и поймете, что это ваш Создатель, Творец, Отец. Что вы являетесь дочерью Царя Царей, что вы являетесь сыном Царя Царей, и что к вам ничего не приблизится и к дому вашему при условии, если вы с утра вооружились мощной молитвой, благословением, благословили своего ребенка, прочитали часть Библии, даже вот этот 90-й Псалом, это уже часть. И я уверена, что с вами ничего не произойдет. Я люблю вас, будьте благословенны, возьмите это на вооружение, и вы увидите, как в вашей жизни все меняется, все вокруг разрушается, а вы выстоите, и все будет с вами хорошо. Но и потом, вы моя интернет-семья, не забывайте, что я за вас молюсь, точно так же, как и за свою семью. Вся моя интернет-семья, это все, кто подписался, абсолютно не играет роли, откуда вы, кто вы, что вы. Я люблю людей, я воспринимаю людей только как души. Я не воспринимаю, для меня не играет ваша национальность, ваше вероисповедание, ваше психическое состояние тоже не играет никакой роли. Ваша душа играет роль. Если вы со мной, если вы, я вижу, постоянно поддерживайте меня духовно. Вы часть меня, вы часть моей души. Я люблю вас. Пока-пока. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...